Если ты ждал эту серию, то с тебя лайк и подписочка, если ты еще не подписан. Что случилось? Почему ты молчишь? Скажи, мне идет этот шлем? Я могу сказать, что он великоват для нее, но боюсь, что меня потом большие тетки раздавят. Поэтому я скажу, что тебе очень идет этот шлем. Сак-сак. Это по-герусски спасибо, она говорит. На Борис продолжает бушевать. Она подходит к городу все ближе. Мы все в большой опасности. Как предводительница Геруда, я должна защитить свой народ. Скажи, ты мне поможешь? А куда я денусь, конечно. Мне нравится твой ответ. Похоже, ты настроен решительно. Я сейчас поеду на наблюдательный пункт к юго-востоку от города. К на Борис можно подобраться только на песчаных котиках. Наблюдательный пункт близко, но все же советую ехать на котики. Заодно поучишься им управлять. Мы с Патрицией, моей любимицей, будем ждать тебя там. Великоват все-таки. Привет, Ищи! Это Зельда. Мы находимся в городе Геруда. И сейчас наша с тобой главная миссия, это отправиться вон туда. Это, короче, надзорный пункт за чудищем на Борис, который блуждает в этой песчаной бури. А вон, собственно, и он. Ну, прежде чем туда направляться, у нас есть еще пару дел в городе. Во-первых, очень много было комментариев о том, что как, как вот этот бугайс-дорайный проник в город, если он мужчина. И не всем понятно, что он здесь делает без наряда Геруда. И как он вообще сюда проник. По логике вещей, если даже представить, что этот вид существ не относится к людским, у него ведь все-таки на спине панцирь, вон, из камня, видишь? Все-таки это какое-то существо. Человекоподобное, но существо. Возможно, у этой расы нет разделения на мужское и женское, поэтому он здесь. Но я уверен, что мы в скором времени найдем деревню этих чудаков, и там-то мы все и выясним. Теперь по поводу пленницы в пещере бандитов. Когда я пришел ее высвобождать, я увидел, что ее уже нет. По всей видимости, когда я убил босса, ворот открылись, и она благополучно сбежала. И еще одна. Но, почитав комментарии, я понял, что где-то здесь есть тайное сообщество. По крайней мере, мне так писали. Сказали, что если ты подойдешь к библиотеке, то сможешь подслушать пароль, который позволит тебе заходить в какое-то тайное помещение. Я видел, что там бродит маленькая девочка. Вот она. Я ее вначале не заметил, давай с ней поболтаем. Может, она нам что-нибудь расскажет. Если встать под окном с решеткой, слышно каждое слово. Так, значит, если встать под решеткой... Где эта решетка? А, стой, 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 подожди, я понял. Ага, получается, если я встану вот под этими решетками, то, в принципе, я все и услышу, как эта маленькая девочка. Давай послушаем. А вы слышали, что говорят про магазин Мода Года? Ну, конечно, да, слышали. Я осторожно пыталась разговорить с Саулу, но так ничего и не узнала. А ведь Саул работает в Моде Года. Тут явно что-то не чисто. Ммм, мы узнали, что Саула работает в Моде Года. Ну и что? Что нам это дало? Давай еще послушаем. А, ну тут то же самое. Так, хорошо, а если мы подойдем вот сюда? Тут можно подслушивать? Нет, здесь нельзя. Значит, идем в Моду Года, к Сауле. Вот он этот магазинчик модной одежды. Я так полагаю, что это... Да, вот она, Саула. Давай с ней поболтаем. А что у тебя здесь коврами все завешано? Покупателям туда нельзя. А что это? Если ты состоишь в обществе, заходи через Черный Ход. Опа. Ну-ка, пойдем посмотрим, где этот Черный Ход. Где-то здесь, да? Мне пофиг, я в городе, где одни тетки, они меня защитят. Вот он, Черный Ход. Мы нашли его. Давай попробуем туда пробраться. Назови пароль. Эм, Р, С, Т, У. Хм. Мне в комментариях писали пароль, но я его не помню. Давай Т скажем. Что дальше? А, тут надо слово подобрать. Ну, значит, первую букву я правильно сказал, да? Ну, наверное, потом О. А дальше? Ну, пусть будет Б. Или Г. Ну, давай Г. Что в конце? Ну, наверное, звездочка. Сходи лучше в бар, выпей молочка. Вот так-то. Тайное общество. Мы его нашли. Осталось только узнать пароль, чтобы туда попасть. Мы как раз входим сейчас в бар. Возьмем молочка, как нам и сказали. Слушай, Хайлик, я не знаю, сколько тебе лет, но ты явно слишком молода для моего заведения. О, черт, ты мне даже молочка не нальешь, что ли? Я использую особый лед, который ты не сможешь оценить. Приходи, когда научишься понимать разницу. А молоко есть? Молоко? Ты сама поняла, что ляпнула? У меня тут не детский сад. Тебя, наверное, Грета разыграла. Ей что, заняться нечем. Сидела бы в своей коморке и помалкивала. Она дошокится, вот узнает, кто надо. Чем она в своем магазине торгует. И кончится ее темной делишки. Рановато тебе о таких вещах знать. Погоди, а чем она там торгует? Мне уже за... Вот это интрига. Погоди. Но я у нее не могу спросить, чем она торгует там. Ладно, до свидос. Пойдем-ка лучше мы пройдем в бар. И попытаемся здесь подслушать кого-нибудь. Мадам, здрасте. А что это вы на меня все вылупились? Я вот тут, пожалуй, присяду. Вы же не против? А, не могу присядеть. Черт. Ладно, я тогда на картах посижу, окай. Вот так вот. Дамы, я устал там в сторонке сидеть один. Может, мы с вами поболтаем? Мне, наконец, удалось узнать пароль от сами знаете чего. Правда? Репутация у этого места не слишком хорошая. А мне все равно интересно. Пароль такой. Погоди. Эй, подруга, ты чего уши греешь? Иди отсюда. Не суй свой хайлийский нос в дела Агеруда. Эм, вот так вот, да? Ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Быстренько, быстренько. Надо к решеткам подбежать. Она сейчас будет пароль говорить. Мы сейчас узнаем как раз его. Я слушаю. Что такое хайлийское вай было надо? Да неважно, Дора. Говори скорее. А, точно, пароль. Запоминайте. Т-О-Г-Ромбик. Я подслушала его у Саула, так что должен быть правильный. Понятно. Тайное общество Геруда. Получается, ток сокращенно. А что означает ромбик в конце? Да кто его знает? Ха, я почти угадал пароль. За исключением значка. Мы снова у дверей тайного сообщества. Давай попробуем туда пробраться. Назови пароль. Т-О-Г-Ромбик. Правильно, заходи. Ух ты, прикол. Что же у вас тут? Ковры висят. Нифига себе комнатка. Как пещера какая-то. Блин, у меня повязка опять на нос залезла. Ладно, фиг с ним. Что у вас тут, мадам? По-моему, мы еще не знакомы. Хм. Необычный у нас посетитель. Бизнес у меня не совсем легальный, поэтому не задавай лишних вопросов. А я не буду ни о чем спрашивать тебя. Договорились? Теперь ты член общества. Благодарю за поддержку. Блин, так у меня тут, получается, костюмы крутые. Какие-то хэллоуинские. Смотри, прям светится, как прикольно. Вау. А, это мексиканский костюм для борьбы. Это особая одежда. Она светится благодаря фосфолитовой краске. Если у тебя достаточно фосфолита и денег, я с радостью продам тебе эти вещи. Ммм. А че стоит-то? Дай посмотрим. Значит, светящаяся маска. 800 рупий, обалдеть. И три фосфолита за нее надо дать. А на кой черт она мне эта маска? Она ж ничего не дает. Обруч пустыни. Мужской обруч для головы, который продается в тайном обществе Геруда. Сапфир, обладающий силой льда, позволяет легче переносить жару. А, ну это получается мужской костюм Геруда. И он так же, как мой шикарнейший наряд, женский, защищает от жары. Я бы его, конечно, прикупил, но денег у меня нету. Ладенько, выбираемся с этого тайного сообщества и направляемся в сторону чудеса. Чтобы туда доехать, нам понадобится котик. И ловить дикого я не собираюсь. Поскольку денег у меня хватает, я, пожалуй, куплю себе обученного котика. Ну вот, наш обученный котик. Он нас как раз ждет. Блин, надо переодеться. Ну ладно, сейчас мы доедем и переоденемся. Так, значит, вон он, аванпост, который наблюдает за чудищем. Нам туда и нужно. Мы там уже были ранее, в предыдущих сериях. Так, ну вот, собственно, мы и приехали. А где, кстати, чудище? Я чудища не вижу. Мы прибыли! Точнее, я прибыл. Опа, а где все? Я тут вроде бы как предводительницу должен был встретить. Ну и но, значит, это ты будешь помогать предводительнице. Я ожидал увидеть кого-то покрепче, повыше ростом. Ну, раз госпожа выбрала тебя, значит, она в тебе уверена. Она ждет тебя на смотровой площадке. Поднимайся. А, наверх подняться. Окай. У-у-у, вот это лесенка. Вот это нам с тобой подниматься. Ну ладно, что, это не погорели все-таки. О, здесь ветерок поднимается. Здрасте, я прибыл. Как там наш Бориска? Не подходит к нам еще? Вы ж не против, если я переоденусь? А, так-то лучше. Так вот, как ты на самом деле выглядишь. В таком виде тебя в город точно не пустили бы. Вон наш наборис. Грозная, правда? Мы поедем к ней на песчаных котиках. Ты готов? Вон наш наборис. Грозная, правда? Вон наш наборис. Грозная, правда? Мы поедем к ней на песчаных котиках. Ты готов? Я всегда готов. Погнали. Вот и хорошо. Итак, мы поедем к наборис на котиках. Держись все время за мной. Твоей задачей будет стрелять ей по ногам. Взрывными стрелами. Энергию она получает из земли. Если повредить ноги, она должна остановиться. Наибольшую опасность для нас представляют молнии на борис. Даже один удар может оказаться смертельным. Шлем грома защитит нас от молний, но ты должен держаться как можно ближе ко мне. Если отстанешь, на борис тебя просто уничтожит. И еще. Если почувствуешь, что твои силы на исходе, обещай, что вернешься на наблюдательный пункт. Не продолжай бой, если будешь ранен. Я не хочу, чтобы ты погиб. Вот. Возьми наши взрывные стрелы. О, спасибо, 20 штук целых. Надеюсь, ты все запомнил. А теперь главный вопрос. Ты готов к бою? Да блин. Я же сказал, что готов. Держись пока чуть дальше. Я Риджу, законная предводительница народа Геруда. С помощью реликвии я усмирю тебя, чудище Ванна Борис. О, великие предки Геруда. Я взываю к вам о помощи. Вот это защита. Вот это я понимаю. Купол. Реликвия. Я чувствую ее силу. А вон Борька сзади ходит. Вперед. Ну, погнали. Госпожа Орбоза, прошу, защити нас с Линком. Вперед! О-о-о-о-о-оу, не отстаем. Кажется, я перегнал ее. Подожди, 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 стоп. Нам надо держаться в кольце. Капец, это сложно. Я, я здесь. Блин, держись поближе. Да я пытаюсь. Это сложно, капец. Неуправляемый какой-то котейка. Вперед! Что ты будешь делать-то? Да толк я тут. Я нифига не вижу. Капец. Вот это буря. Мадам Риджу, пожалуйста, помедленнее, а то я не успел. Что там валяется? Там что-то валяется, смотри. Что это такое? Капец. Ладно, потом подберем, а то у меня тут может шамдарахнуть молнией. Так, кажется, мы подъезжаем. Мы уже где-то близко. У меня создается впечатление, что я не на обученном котике еду, а на дихом. Он меня практически не слушает. Вон он, вон он, Борька, я его вижу. Наконец-то мы уже приехали. Ну все, сейчас я буду ему отстреливать копыта. Или он сейчас меня отстрелит, копыта? Ты слишком далеко. Да как далеко я в куполе твоем? Если я сейчас казану, то я плинчу вперед, наоборот. Ох, хорошенько. Это твой шанс. Это мой шанс, да? Так, доставим лук. Берем взрывные стрелы. Эээ, в какую ногу? Ээ, в ту. Черт. Ставь его. Попал. Круто. Я думал, я промахнулся. Так, держать. Не уходи далеко, Лин. Не сможешь. Последние стрелы. Все, пойми. Я думал, что у меня сейчас шан дарахнет. Это твой шанс. Я немножечко вперед сейчас проеду. Так, держать. Есть. Все, мой дядь извредил. Встал, Борька. Что-то, Линк на одном месте бежит. Дальше ты сам. Мне не удастся усмирить на Борис. Все в твоих руках. Давай. Вперед. Может, надо было шлем у него забрать? Ой-ой-ой. Он, кажется, просыпается. Я хоть успел у него забраться? Ага, вот. Молись за меня, Риджо. Линк, я верю в тебя. Я тоже в тебя верю. Смотрите-ка, кто объявился. Я знала, что ты когда-нибудь придешь. Полагаю, ты хочешь отобрать на Борис у Ганана? Сначала сходи за картой чудища. С ней ты не заблудишься. Я так полагаю, это госпожа Урбоза с нами разговаривает. Ты получишь ее вот на этом терминале. Если, конечно, доберешься до него. Тьфу, расплюнуть. О, ты посмотри. Мы на жирафике... Ой, на жирафике. На верблюдике катаемся. Ладно, все. Все, хватит, короче, залипать. Опа, здрасте. Можно я? Хотя нет, я стрелы не буду тратить. Попробуем его молниемощным. Ох, ты паразит. Стать тебе мечом мощным. Все. Сдох наш маленький работяга. Карта должна быть где-то... Опа. Тихо, тихо, тихо. Не пали нас. Это и мой лук. Сейчас мы его подстрелим. Ай, лук надо поменять. Тремя стрелами заряжаю. Что у нас здесь? А здесь у нас какая-то головоломка. И? И кажется, у нас тут кто-то что-то появляется, что ли? Почему дымится? На, Борис, ты чего дымишься? Хватит с этим шутить. Смотри, а там вон сундук висит. Пойдем попробуем его достать. Мне бы только эту веревочку как-нибудь оторвать. Есть у меня одна идейка, как достать этот сундук. Нам нужно его просто раскачать. И вовремя подстрелить. Вот так-то. Мастерский подход. Древнее ядро. Отлично. Это последнее ядро, которое мне нужно, чтобы улучшить камень шика. Теперь отсюда нам нужно долететь вон до туда. И мне, в принципе, это ничего не дало, потому что здесь решетки. А решеток и нет. Круто. Значит, центральный компьютер вот он. Ну вот, мы и получили управление над чудищем. Прекрасно. Ты наконец-то получил карту чудища. Изучи ее. На ней отмечены контрольные модули. Чтобы вернуть на Борис на нашу сторону, нужно для начала все их включить. Будет непросто. Но я верю, ты справишься. Спасибо. Я рад, что ты в меня веришь. Тут есть сундучок. Достать его будет сложно. Скорее всего, надо будет как-то сверху на параплане спрыгнуть. Давай попробуем поуправлять нашим чудищем. Посмотрим, на что он способен. Значит, смотри. Внутри чудища есть три кольца. Вот они. И мы можем ими крутить, вертеть, как захотим. Центральную часть давай мы попробуем опустить. Нам, пожалуйста, ее вот так вот. На 90 градусов поверните. Ага. Вот, здорово. И, по идее, эти сундуки сейчас должны... А-а-а. Я не совсем правильно сделал. Ну ладно, давай попробуем. Может, получится чего. В общем, сейчас я призову ревали. Мы летим вот сюда. Стой. Ну, не совсем сюда. Я не сюда хотел. Вот сюда мы летим, к этим сундучкам. Опа. И открыть я их не могу, пока мы не развернемся, да? Тогда я, не уходя отсюда, поворачиваю эту штуку. Ага, она поворачивается. Главное, не грохнуться отсюда. И вот теперь я могу открыть этот сундук. Ну, по крайней мере, я усмирил свое любопытство. И теперь мы можем продолжить завоевывать чудище. Здесь у нас непосредственно механизмы на Борис. И чтобы их активировать, нам нужно все кольца соединить зеленой линией на правом боку. Получается, что нам надо сделать вот так. Вот так. И вот так. Все кольца поворачиваются. Вот, по идее, как-то так. Середина это аккумулятор, который питает все энергией. Простите, нам нужно было, чтобы эта линия была наверху. Потому что электричество попадается у нас через верх, вот таким вот образом. Теперь мы должны подтолкать вот эти кубики. Значит, ты идешь вот сюда. Есть энергия? Вот это что-то подъезжает сюда. Ага. Это, естественно, здесь. А это здесь. И чего, чего, чего? Мы мост подняли. И он сейчас... А-а-а, вон оно как. О-о-о. Ну ладно. Теперь... А, черт подери. Током бьется мощно так. Теперь нам нужно подняться наверх. Мне вот интересно, сила ревалин поможет нам или нет? Давай попробуем. Чтобы это все не оббегать. Так. Есть! Мы взлетели довольно высоко. Обалдеть. Это глаз, что ли? Что это такое? О, здрасте. Да что ж такое-то? А-а-а. Почему я в тебя не могу попасть? Гори в аду. Ему пофиг. А если тебя мечом? О, мечом нормал. Какие-то бронированные, слушай, эти глаза теперь стали. Если раньше с ними гемора не было, то теперь какой-то гемор. И что же нам здесь нужно сделать? Нам нужно как-то энергию... Подключить... Ого, тут лифт заработал. А что за лифт? Откуда он взялся? Подождите. Здесь есть второй этаж? Фига, тут есть второй этаж. Капец, он здоровый! Я уже запутался. А, здрасте. Блин, их стрелы точно не берут теперь тут. О, смотри, сундук. Давай мы сейчас туда спустимся, к этому сундуку. Короче, тут в любом случае нам нужно спускаться на второй этаж. И разбираться там. Древний винт. Пойдем спустимся прямо на глаз. Только вот его не достать так просто. А, чёрт. Раз стрелы вас не берут, буду, значит, рукопашек с вами долбиться. На другой стороне... Ого, что это такое? Я думал, тут тоже сундук. Взять. О, так эта штука, она же электричество может передавать. И куда же нам с ней теперь бежать? Короче, эта сфера, как маленькая батарейка. Я подхожу к вот этой лампе. И она заряжается от моей батарейки. Похоже, что мне с этой батарейкой тут придется везде таскаться, да? Кладем ее здесь. Магнитим. И давай. Тяжелая. Давай, заряжай. Давай, давай, давай. Поехали. Чё-то мы не едем. О! Есть! Прибыли. Воу! Физаси, это кто? Какого, Леша? Кто в меня стреляет? Я не вижу никого. Где ты? Вылези! Я слышу его, но не вижу. Как это так вообще возможно? Вот он! Он на лифте, короче, катается. Двигайся, у тебя топорик. Выйди сюда! Чунгачкук, слезь с лифта! Там он, глаз вижу. Сейчас я тебе подойду. Спасибо за топорик. Надо бы его поднять. Где этот топорик? А топорик-то не выпал с него. Это печально. Я-то уж обрадовался, блин. И вот как вот, извините, мне стрелять в этот глаз, если я не могу пробить его? Может, и лук помощнее взять? О! Получилось! С этим получилось. Первый компьютер. Сейчас мы его разблокируем. Еще четыре контрольных модуля. Надеюсь, ты меня не подведешь. О, здесь еще одна батарейка, смотри. Смотри, что нашел. Кажется, если мы сюда поднесем батарейку, эти двери должны открыться. Ага! Есть контакт. Че, если мы эту батарейку просто поставим сверху? Она же должна устоять там. Ай, твою ж налево. А, все, больше не нужна эта батарейка. Ну и шикарно. Так, сейчас я разберусь с этими чудиками. Против стражи пойду. Их же оружием. Готов один. Меч сломался. Черт. Где, где, где второй? Блин, с него меч упал, он исчез. Это как так? Ладно, обычный возьму. Здесь тяжелый, правда. Вот, тут упал. Почему с них иногда вываливается, иногда не вываливается? Что за беспредел? Опачки. Там у нас модуль стоит. А чтобы открыть эти ворота, нужны батарейки. У меня как раз две есть. Сейчас вот эту притащим. Готово. А вот и вторая. Встреча. Осталось три контрольных модуля. Не останавливайся. Что ж, один из контроллеров находится в голове. Предлагаю нам туда с тобой спуститься. Спуститься. Опачки. Блин. Ну, голова, конечно, у него шикарно длинная. Давай встанем вот сюда и посмотрим хорошенько, что тут мы имеем. У нас есть рычаг. У нас есть энергия. И получается, что нужно просто покрутить этот рычаг. Ага, точно. Кручу-верчу. Энергию подать хочу. Все, я понял, как это работает. Короче, когда я кручу в эту сторону, крутится левая шестеренка. Так. А когда я кручу в правую сторону, крутится правая шестеренка. Вот так. Ага. Головиня у нас поднялась. Там даже есть лифт. Шикарно. Мы сейчас на смотровую площадку с тобой поднимемся. Так высоко мы еще не сбирались на этого верблюда. Весь мир у меня под ногами. Боже мой. А где, кстати, городок Геруда? Я его не вижу. А, наверное, вон там. Что это? Да, вон там, город Геруда. Ага. Короче, не важно. Важно то, что мы добрались еще до одного модуля. Осталось два контрольных модуля. А ты молодец. А то. Значит, мы забегаем сюда. Вбегаем в это помещение. Ага. И теперь нам нужно это дело все прокрутить. Здесь глаз никаких? Нет? Вроде нет. Все же, давай будем крутить, пока мы не сможем подойти к контрольному модулю нормально. Вот так, так, так. Есть, можем. Остался один контрольный модуль. Давай, последнее усилие. Окай. Ну ладно, сердце этого чудища туда-то нам и надо. Остался один контрольный модуль. ЛЖЕ ГАННОН ГРОЗЫ Будь осторожен. Это страшилище порождения самого Ганнона. Сто лет назад он не оставил мне ни единого шанса. Но ты... Ты сможешь с ним справиться. Я верю в тебя. Что ж в меня все так верят? Он очень быстрый. Не ведись на его уловки. Берегайся, он шустрый. Копец. Где там мои бананы, которые я у бандитов стырил? Жри бананы быстрей. Вот так. Короче, спустился вниз. Попробуем снизу, тут побольше пространства. Есть у меня одна идейка. Когда он будет к нам бежать, нужно ставить блок. Где-то здесь. Эй, чудик. Дик. Есть. Заблокировал удар его. Я сломал ему щит. Раздержать. А, недолго радовался снова. Щит свой выставил. Давай, беги, совсем сейчас. Черт, меч сломался. Возьму Завроранг. Здорово, ты его. Спасибо. Но это еще не все. Он может в любой момент ко мне подскочить. Давай, Попсик, иди ко мне. Я готов встретить тебя. Возьму Завроранг. Возьму Завроранг. Возьму Завроранг. Двойной Завроранг почти сломан. Капец. Это самое прочное мое оружие было. Потому что Завроранг у меня был с алмазной гравировкой. Сломался. Че взять, че взять. Другой Завроранг. Кажется, я сделал ему больно. Ну вот. Он зарядил свое оружие молнией. Ёшки-матрёшки. Лучше мне не вставать между этими колиями. Ага, я был прав. Блин, мне кажется, что он вниз не собирается даже спускаться. Как насчет подстрелить его? Где ты есть? Я его не вижу даже. А, вон он спрятался. Ну, раз ты наверху, то я к тебе сейчас приду. Эй, привет. Попсик, а я выше тебя буду. Как насчет три стрелы? И все бомбические. Они сквозь него летят. Это вообще как так? Читерство какое-то. Че ж мне с тобой делать-то? Подожди. А как насчет эти колья, кажется, можно подбирать магнезисом? Давай, еще колышки призови. Колышки. Где же колышки? Так, есть, 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 есть. Надо только успеть. Только успеть. Давай разворачивайся быстрее. Так. Есть контакт. Бегу, 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 бегу. Черт, не успел. Ух ты, как больно. Он выбил с меня оружие. Таю ж налево. Так, он напал, но не туда, куда я хотел. Все, что-то здесь. На тебе. Чутка осталась, совсем чутка. Ой, ой-ой-ой. Надо валить. У него меч, по-моему, зарядился энергией снова. Или мне кажется? Вот теперь зарядился. Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Ой! Щит уничтожен. Попа подгорела. Одеваем другой щит. Вставай, Линк. Нефиг. Где он там? Я его не вижу, нифига. Ух. Так вот. Ну давай, подойди ко мне. Черт. Ну, вставай, Линк. Некогда лежать. Оружие. Долбанное оружие. Сломалось все. Придется электричеством долбить его. Это твой шанс, Линк. Добей его. Ну. Один удар. Надо пожрать. Давай, давай, давай. Иди ко мне. Черт возьми. Щит возьми. А! Жри бананы быстрей. Где он есть-то? Где этот чугачок? Ух. Как больно-то. Линк, 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 Линк. Линк, вставай. Да как тебе сказать? Я только банану успеваю хавать. Я его не вижу нифига. Он опять зарядил свою пуколку электричеством. А где он? Где-то есть. Я его не вижу нифига. О, вон туда он забрался, да? Иди ко мне. Ой, больно было. У меня бананы закончились. Че жрать? Грибочечки? Поймался. Попался. Ну что случилось? Почему так? Меч выбил у меня, скотина, а? Куда он улетел? Эй, вернись. Чучмек, вернись. Черт, он исчез из поля зрения. Прикинь? Что за дела вообще? Ну как вот так вот? Бога юзер долбанный. Капец. Ну все. Теперь надо перезагружать все. А он ссыканул, понял, что я сейчас его уделаю уже. Все. Ему осталось еще два-три удара. Давай. Разберемся с тобой, как мужики. Ой, нет, ток без молний, ток без молний. Ток без молний. Линк, развернись. Беги. А лучше беги. Ух, подожгло меня немножечко. Где он? Черт возьми. Встали в стопор. Ну кумон, бэйби. Кумон. Есть. Поймался. Попался. И меч. Капец. Ну не меч, точнее, а что там у меня было. Сейчас я с тобой это разберусь. Последний удар. Есть. 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 О, сердечко Мне как раз тебе не хватало Это был очень потный босс Намного мощнее, чем предыдущий Настал этот момент Вернуть обратно себе, Борьку Теперь мне уже никто не помешает Ты справился Спасибо, Линг Моя душа теперь свободна А набори снова на нашей стороне И это значит Что я наконец-то смогу выполнить свой долг А мой долг Помочь тебе в битве Урбоза Воин Геруда Я буду с нетерпением ждать Начала твоего боя с Ганноном В замке Хайру Ведь тогда мы с чудищем Сможем хорошенько всыпать ему А, у меня для тебя подарок Моя особая сила Она называется Ярость Урбозы Я уверена Она тебе пригодится О да, теперь я по щелочку пальцев могу пускать молнии Вы с принцессой Очень сильно переживали Из-за того, что случилось с нами Но в этом нет вашей вины Это было неминуемо Прошу тебя Передай это принцессе Пусть выбросит все из головы И вообще Она должна собой гордиться Спаси ее ради меня Да Ну и про Хайрул тоже не забудь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Набуру Она была мудрецом народа Геруда И тебя назвали в ее честь, Наборис Как и она, ты неотъемлемая часть народа Геруда Спора нет Сто лет назад Ему не составило труда расправиться с нами Но теперь, теперь все будет иначе Ганнон, бедствие Одна из легенд гласит, что когда-то он тоже был Геруда И поэтому мы должны отдать все силы в бою с ним Ведь мы обе настоящие Геруда Главное, не своди глаз с Ганнона Как только Линк вступит с ним в бой Мы нанесем сокрушительный удар Скорее бы Как же я жду этого момента Г GOOD Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok